В начале 1960-х годов мой отец преподавал в церковном колледже на Гавайях в Лаии, где я родился. Мои семь старших сестер настаивали на том, чтобы родители назвали меня гавайским именем Кимо. Мы жили неподалеку от храма в Лаии, штат Гавайи, США, в то время, когда он обслуживал большую часть членов церкви в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Японию. В тот период на Гавайи начали приезжать группы японских святых, чтобы получить храмовые благословения. Одним из таких членов церкви была сестра прекрасного острова Окинава. История ее путешествия в храм на Гавайях поражает. Два десятилетия назад она вышла замуж в рамках традиционной договорной буддийской церемонии бракосочетания. И буквально несколько месяцев спустя Япония атаковала Перл-Харбор, штат Гавайи, США, втянув Соединенные Штаты Америки в войну. В результате таких сражений, в ходе войны, как битва за Мидуэй и битва за Эвадзиму, вооруженные силы Японии были отброшены назад к берегам ее родного острова Окинава, который стал последним рубежом обороны на пути сил союзников к самому сердцу страны. В 1945 году в течение трех мучительных месяцев бушевала битва за Окинаву. Флотилия из 1300 американских военных кораблей окружила и стала обстреливать остров. Потери среди военных гражданских были огромными. Сегодня на Окинаве стоит мемориал. На нем высечены имена более 240 тысяч человек, погибших в сражении. Это только те, которых удалось установить. В отчаянной попытке спастись эта местная жительница, ее муж и два их маленьких ребенка спрятались в пещере в горах. В последующие недели и месяцы они претерпели неописуемые страдания. Однажды ночью посреди сражений, уже в полном отчаянии, когда ее семья была на грани голодной смерти, а муж без сознания, она размышляла о том, чтобы покончить с этими страданиями с помощью ручной гранаты, которую ее и других людей снабдили местные власти именно для этой цели. Однако, когда она уже собиралась это сделать, с ней произошло что-то глубоко духовное, что помогло ей ощутить бесспорную реальность Бога и его любви по отношению к ней, даровав ей силу не сдаваться. В последующие дни она привела мужа в сознание и накормила семью травами, медом из дикоули и тем, что ей удалось выловить в ручье неподалеку. В той пещере они удивительным образом прожили полгода, пока местные жители не сообщили им, что сражение завершилось. Когда семья вернулась домой и начала восстанавливать свою жизнь, эта японка погрузилась в поиски ответов на свои вопросы о Боге. В ней постепенно зародилась вера в Иисуса Христа и потребность креститься. Однако, она переживала за своих близких, которые умерли без знания об Иисусе Христе и крещения, включая ее маму, умершую при ее родах. Представьте себе ее радость, когда к ней домой однажды пришли две сестры-миссионерки из церкви Иисуса Христа в святых последних дней и рассказали, что люди могут узнать об Иисусе Христе в духовном мире. Ее приняло учение о том, что ее родители смогут решить последовать за Иисусом Христом после смерти и принять крещение, которое будет выполнено за них в святом месте, называемом храмом. Они с семьей обратились в веру Спасителя и крестились. Ее семья упорно трудилась и начала преуспевать, обзаведясь еще тремя детьми. Они были верными и активными членами церкви. Затем ее муж внезапно перенес инсульт и умер. Из-за чего ей в течение многих лет приходилось по много часов работать на нескольких работах, чтобы обеспечивать своих пятерых детей. Некоторые родственники и соседи критиковали ее. Они связывали появление в ее жизни таких проблем с ее решением присоединиться к христианской церкви. Несмотря на такую трагедию и резкую критику, она держалась своей верой в Иисуса Христа. Исполненная решимостью продвигаться вперед с верой в то, что Бог знает ее и что впереди ее ждут более светлые дни. Через несколько лет после безвременной кончины ее мужа президент миссии в Японии почувствовал вдохновение призвать местных членов церкви начать стремиться к посещению храма. Президент миссии был американским ветераном битвы за Окинаву, из-за которой эта сестра с Окинавой и ее семья пережили так много страданий. И все же эта смиренная сестра сказала о нем следующее. Тогда он был одним из ненавистных нам врагов, но сейчас он здесь с Евангелием в любви и мира. Для меня это чудо. Услышав послание, президент миссии, это овдовевшая сестра, захотела когда-нибудь запечататься за своей семьей в храме. Однако из-за финансовых трудностей и языковых барьеров это было невозможно. Тогда родилось несколько оригинальных решений. Стоимость поездки можно было уменьшить вдвое, если члены церкви в Японии арендуют сразу целый самолет для полета на Гавайи в несезон. Члены церкви также записали и стали продавать виниловые пластинки под названием «Песни с японских святых». Некоторые члены церкви даже продавали дома. Другие, чтобы совершать эту поездку, увольнялись с работы. Другая трудность для членов церкви заключалась в том, что храмовое обличение, обучение не было переведено на японский язык. Руководители церкви поручили брату из Японии отправиться в храм на Гавайях, чтобы перевести церемонию обличения. Он был первым японским на обращенном в послевоенный период, которого обучали и крестили верные американские солдаты. Когда обличенные японские члены церкви, живущие на Гавайях, впервые услышали перевод, они расплакались. Один человек написал, мы были в храме много-много раз, мы слышали церемонии на английском языке, но мы никогда не чувствовали дух храмовой работы так, как чувствуем его сейчас, услышав все это на нашем родном языке. Позднее, в том же году, 161 прихожан, взрослые и дети отправились из Токио в храм на Гавайях. Брат из Японии, размышляя об этом путешествии, поделился следующим. Когда я выглянул из иллюминатора самолета и увидел Перл-Харбор, и вспомнил, что наша страна сделалась этим людьми с 7 декабря 1941 года. Мое сердце наполнилось страхом. Примут ли они нас? Но, к моему удивлению, они проявили такую любовь и доброту, какую я никогда не видел в своей жизни. По их прибытии гавайские члены церкви поприветствовали японских святых бесчисленными множеством цветочных ожерельей, параллельно с этим обвинявшись с ними объятиями и поцелуями в щеку, что было не свойственно японской культуре. Проведя на Гавайях 10 преобразующих дней, японские святые попрощались с местными членами церкви на фоне звучавшей в исполнении гавайских святых мелодии «Ало Хаое». В рамках второй храмовой поездки, образованной для японских членов церкви, в храм смогла поехать и наша овдовевшая сестра Сокинавы. Это путешествие в 16 тысяч километров она смогла преодолеть благодаря щедрому подарку от миссионеров, служив в ее небольшом приходе. В храме она пролила слезы радости, выполнив заместительное крещение за свою маму, а также запечатавшись к умершему мужу. Храмовые поездки из Японии на Гавайях организовывались регулярно, вплоть до того момента, как в 1980 году был посвящен храм в Токио, ставший 18 действующим храмом церкви. В ноябре этого года на Окинае будет посвящен 186-й храм. Он расположен недалеко от той пещеры, в центральной части острова, в которой укрывалась эта женщина со своей семьей. Хотя я не был знаком с этой замечательной сестрой Сокинавой, ее наследие живет в ее верных потомках, многих из которых я знаю и люблю. Мой отец, ветеран Второй мировой войны, служивший на Тихом океане, пришел в восторг, когда я получил призвание служить в Японии в качестве молодого миссионера. Я прибыл в Японию вскоре после того, как был посвящен в храм в Токио и лично увидел их любовь к храму. Храмовые заветы — это дары от нашего Небесного Отца, верным последователям Его Сына Иисуса Христа. В храмах Наш Небесный Отец связывает отдельных людей и семьи со Спасителем и друг с другом. В прошлом году президент Рассел Нельсон провозгласил, «Каждому, кто заключает заветы в купелях и храмах и соблюдает их, доступно больше силы Иисуса Христа». Прошу, поразмышляйте над этой поразительной истиной. Наградой за соблюдение заветок, заключенных с Богом, служит Небесная Сила, сила, укрепляющая нас и позволяющая лучше переносить испытания, искушения и душевную боль. С этой силой нам проще идти по жизни. Посредством храмовых благословений Спаситель исцеляет отдельных людей, семьи и страны, даже те, которые когда-то были злеченными врагами. Воскресший Господь провозгласил, охваченному конфликтами обществу, что для тех, кто чтит имя Мое, взойдет Сын Праведности с исцелением в крыльях Его. Я благодарен за возможность быть свидетелем продолжающегося исполнения обещания Господа о том, что настанет время, когда знание о Спасителе распространится среди каждого племени, колена, языка и народа, включая тех, кто находится на островах морских. Я свидетельствую о Спасителе Иисусе Христе и о Его пророке и апостолах в эти последние дни. Я приношу торжественное свидетельство о небесной силе связывать на небесах то, что связано на земле. Это работа Спасителя, и Храм — это Его Святой Дом. С непоколебимой уверенностью я возглажаю эти истины. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok